Есть как, извините, в нашей политической такой среде, еще раз извиняюсь за этот термин, такая фраза зашкварит тему. Извините, пожалуйста. То есть взять какую-либо тему и вступить в нее настолько провокационно, грязно, непотребно, настолько некрасиво и общественно порицаемо, чтобы об этой теме забыли навсегда. Вот мы с коллегой Андреем Левусом последний год пытаемся заниматься системно тем, системно заниматься деоккупацией Украины от кремлевского бизнеса. То есть никого нет сомнений, что здесь присутствует кремлевский бизнес массово, что фактически во многих случаях сами украинцы, мы сами оплачиваем агрессию против нас самих, потому что эти компании транслируют свои прибыли либо в Москву, они там прикрываются ФСБ, допустим, Мегаполис, там Украина такая компания, сигаретный монополист на рынке Украины. И эта компания основана частично россиянами, частично семьей Януковичей, продолжает отправлять деньги туда. Потом эти деньги реинвестируются в войну в Донбассе, там бизнес Юры Янакевского, который здесь процветает у нас в Украине. Российские банки в том числе, которые являются прямым рычагом давления на украинскую финансовую систему и рычагом по влиянию на валютные колебания, потому что интервенции банков могут влиять. Для этого не нужно громить их офисы, для этого нужно принимать решения в ладу. Мы пытаемся давить на власть, мы год прошли чисто юридическую борьбу, где-то какие-то возбуждены уголовные дела на открытое производство, где-то мы пытаемся давить на прокуратуру. По Юрию Янакевскому идет процесс большой в Европе сейчас, который в том числе нами был поддержан по установлению его преступлений в Украине. То есть это какие-то шаги. И только недавно, и черпав некие формальные пути, мы попросили активистов, тех людей, которые с нами были на Майдане, каких-то людей, которые прошли жизненный путь в АТО, на войне, на Майдане, мы попросили о поддержке. Были некие акции прямого действия. Однако они были не насильственные, они били не по простым людям, потому что кто вот эта девочка в офисе Альфа-банка, которую они громят. Но стоит обычная девочка, нормальная наша украинка. Может быть, она на Майдане так же стояла, как все мы, понимаете, и боролась с Януковичем. Может быть, она волонтер, может быть, она передает деньги в АТО. И ее вот эти быки, извините меня, просто, ну, я не знаю, чуть не побили. В чем она виновата? В том, что она работает просто в банке и кормит свою семью? Нет. Мы, когда проводили эти акции, ну, когда мы, скажем так, присоединялись к этим акциям, мы их поддерживали. Нельзя сказать, что мы их прямо проводили. Это была комплексная такая инициатива общественного движения. Страдал только кошелек русский. Это была либо блокада, которая блокировала там, ну, как блокада фур, к которой присоединились наши активисты некоторые, близкие к нам, и наши друзья. Это блокада мегаполиса того же, когда русский бизнес страдал на деньги. Эти люди попадали на деньги, они нанесли убытки. Это было политическое привлечение к теме. И дальше мы возвращались в некую формальную борьбу. То есть, условно говоря, привлекли внимание, объяснили проблему обществу. И сейчас продолжаем в юридической плоскости добиваться от власти каких-то действий. Ну, это такая комплексная политическая борьба. Когда есть просто... Смотрите, что произошло. По Альфа-банку по тому же. Вот разгромили офис Альфы. И сразу пошли посты, просто из-за того, что люди не приемлят такой способ, ну, погром, вот это вот жлобство, извините меня. Пошли там множество каких-то публикаций в защиту Альфа-банка. Что это не русский банк, и что Фридеман это не русский олигарх, там не российский вернее. И что непонятно там, ну, может быть, они вообще хорошие ребята. В чем я, кстати, не уверен. Вот я не знаю, насколько Альфа-банк, правда, российский, он безопасен для Украины. Однако тема, извините меня еще раз, зашкварена. Почему? Благодаря действиям вот этих людей. А кто в этом заинтересован? Конечно же, Россия. Потому что если вы сопоставите источники информации, кто постоянно говорит о перевыборах, об импичеванности президенту, о дестабилизации ситуации, это российские СМИ, это российские эксперты, кремлевские, это Медведчук, его банда, это оппозиционный блок, это все вот эти вот люди, которые хотят прийти к реваншу. И понимая, что военной победы над Украиной сейчас не будет, Путин просто запускает внутренний сценарий. Потому что он рассчитывает на то, что какие-то реакционные силы придут в власти, в результате дестабилизации власти, ему там, скажем так, организуют ему федерацию, выйдут из Минского процесса, прекратят санкции, благодаря этому прекратят санкции и так далее. Это просто стратегия Путина, и нужно это понимать.